И всем привет, ребят! С вами Страбанька, я еще записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня у нас на обзоре одна очень интересная пушка, которая на данный период времени находится не в самом лучшем балансе. Сегодня наша задача протестировать ее, посмотреть, что она будет показывать в матчмейкинге на данный период времени. Ну и если все будет так, как я думаю, то выскажемся по поводу нее. Потому что я считаю, что она сейчас находится не в самом лучшем балансе и требует небольших вмешательств, дабы ее чуть-чуть приподняли. Пушка, конечно же, уже на ваших экранах. Это пушка Гром. Сегодня мы сыграем на ней с таким корпусом, как Харек. Ну и по дрону мы сегодня будем использовать бустера. Можно было бы, конечно, даже попробовать что-то с защитником или ловкачем, но я думаю, что бустер под Харьком, под Громчиком будет давать хороший дополнительный урончик. Сыграем сегодня две каточки. Одну мы точно сыграем в ТДМке, в том самом режиме, который, по сути, наверное, лучше всего должен подходить для набора очков на таких дальнобойных пушках. Потому что чаще всего кидает где-то на средние и большие карты. Ну а вторую сыграем, давайте, наверное, в ЦПшечку. ЦПшечку. И уже посмотрим, что у нас вместе с вами получится. Я считаю, что Гром сейчас находится, как я уже сказал, не в самом лучшем балансе. И, наверное, 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 он очень сильно просаживается на фоне той же Смоки. Что Гаусс, что Гром. Ну, если Гаусс еще, ладно, Гаусс еще более-менее как-то. Но Гром на фоне Смоки прям очень сильно садится в связи с тем, что до сих пор, до сих пор резисты от этой пушки в матчмейкинге встречаются. И встречаются порой даже чаще, чем резисты от Смоки. Хотя Смок уже становится больше. Ну и также тем, что на расстоянии очень и очень сильно падает урон у этой пушки. Вы видите, что даже вот с такой дистанции, нет, чуть-чуть большей, уже не проходит максимальный урон Грома. Да, то есть вот видите, сразу чуть-чуть танк отъехал, был урон 900. Чуть-чуть он отъезжает и урон уже в два раза меньше становится. Хотя, по сути, там, ну, дальность не такая большая. Раньше на такой дальности спокойно там около тысяченки залетало. А вы видите, вот, например, сейчас я по Мамонту там накинул выстрел, по нему уже на такой дистанции 200 урона. Порой даже бывает сотка залетает. То есть окажется-то дистанция, ну, небольшая, небольшая. Но настолько сильно урезаны теперь пушки дальнобойные. Если, например, сравнивать с тем же страйкером, то это вообще безумно колоссальная разница. И Гром вообще даже близко не стоит. Ну и плюс нужно, конечно же, понимать, что, например, у Смоки примерно такая же дальность, как у Грома. Но там есть возможность критического урона. Здесь, как бы, якобы тоже криты есть, но они вылетают крайне, крайне редко. И поэтому Гром сейчас стал, ну, такой вообще прям, не очень. Это даже, я бы сказал, мягко сказано, что он не очень. На самом деле, если так посерьезнее высказаться, то очень слабый, очень слабый. Очень слабая пушка из того, что у нас было раньше. Из того, сколько на ней можно было накидывать. Сейчас мы имеем ту пушку, которую лучше вообще, по сути, не использовать в матчмейкинге. Да, у нее есть хороший сплэш урон, но этого, к сожалению, мало за счет того, что падает очень сильно урон на дальности. Ну и плюс ко всему, ребята почему-то продолжают до сих пор использовать резисты от этой пушки. Я не знаю, зачем это делается. Зачем в матчмейке, ну вот ладно, в этой катке нам повезло, там два резиста и они маленькие. Но вообще, если так поиграть, то вот такие ребята, как, например, в моей команде с резистом в 50% встречаются довольно-таки чаще. Часто. Ну и плюс ко всему прочему, ваш, ну например, гром, да, с тем же харьком, с крит уроном особо дополнительно никакого урона не будет давать. Попробуем, кстати, давайте даже вторую катку, может быть, сыграть с каким-нибудь викингом, да, чтобы не только с харьком посмотреть на него. Ну и убедиться в том, что и на викинге тоже не будет ничего такого сверххорошего. Понятное дело, что мы сейчас запекались в начатую катку, но делаем акцент на том, что вообще получается, да, то есть в общей ситуации. Когда у меня счет 2, вот 4 на 6, да, при том, что у меня фулл прокачка вооружения, это уже о многом говорит, да, может быть, конечно, тут и противник не самый слабый, не самый плохой, но все равно, все равно это чувствуется при сравнении, например, с той же смокой, как я сказал, да. Страйкер, так это вообще, да, то есть если брать дистанционку, внимание, то он даже близко не стоит с громом, потому что у него на дальности урон не падает. Криты довольно-таки частые, хоть даже есть резисты, то ты даже по резу будешь наносить намного больше урона, чем ты будешь наносить урон по оппоненту, который будет без реза, да, на громе. Поэтому здесь очень все просто. Ну и я бы что хотел бы видеть на громе, да, если уж я высказываю свое мнение по поводу того, что он не тянет, да. Дальность, дальность надо возвращать, да, то есть на громе это чувствуется прям колоссально, да, если, например, тот же гаусс, там можно свестись и нанести максималочку. На смоке у тебя есть частая возможность критических урона, то на громе у тебя такого нету. Криты редкие, и если даже они вылетают, то они все равно с небольшим уроном, и сам урон по себе, он небольшой, он небольшой, перезарядка у тебя хорошая, с всеми устройствами где-то даже отключается этот вообще критический урон. Ну и, понятное дело, что при этом всем, что он даже не тянет, еще есть и резист от пушки, да, то есть, ну вообще полная габелла, фуловая. Поэтому если поднять дальность, поднять урон на нормальный уровень, может быть даже сделать побольше сплэш урон, то гром можно вернуть в хороший средний баланс. На нем будут намного чаще играть игроки в матчмейкинге, и сама пушка будет примерно на таком же уровне, на котором сейчас находятся смоки, на чем находится тот же страйкер, да, и тогда я даже сам буду, например, играть на нем намного-намного чаще. Сейчас я вообще для себя вычеркнул, полностью вычеркнул эту пушку, я на ней не играю, и вам особо тоже не советую, да, то есть, если вы даже любитель грома, прям безумный любитель грома, то я бы на вашем месте сейчас, вот прямо сейчас, поиграл бы на смоке, ну либо на страйкере, если вы страйкером умеете управлять, и у вас есть понимание, как работает эта пушка, умеете, например, играть даже с таким устройством, как дистанционный подрыв ракет, то вообще просто небо и земля, там будет у вас получаться максимально все четко, круто, быстро и оперативно. Наверное, все, наверное, все, что я хотел, высказал, теперь давайте попробуем сделать все-таки максимальный результат, который вообще реально, который реально оформить, да, то есть, у меня пока что 200 очков, набалаболил я много, пятку мы, к слову, пока что выигрываем, ну и хотелось бы все-таки ее выиграть, для того, чтобы нам ее выиграть, надо чуть-чуть, чуть-чуть постараться хотя бы какую-то пользу своей команде принести в этом бою, так, 15, киллов, давайте пробовать накидывать, чуть-чуть урончику, там кто-то со мной здоровался, пусть сюда напишу, пусть туда напишу, чтобы меня опять не считали, что я игнорщик какой-то, так, ну и пробуем, наверное, даже особо выпушивать здесь не надо, надо больше стараться где-то в средней зоне противника принимать и накидывать по нему урончик, чтобы было все дуже добро, ну и желательно, чтобы расстояние тоже было небольшое, если расстояние будет большое, то я, к сожалению, своему буду наносить довольно маленькое количество урона, а если буду наносить маленькое количество урона, то, скорее всего, ничего у нас не получится, так, еще одного типа я сливаю, мы в плюс 6 киллов идем, неплохо пойдет, пойдет плюс шестерочка, это хорошо даже, я бы сказал, так, есть у меня еще овердрайв, мины, я так понимаю, что это была вражеская, есть контроль аптечки сверху и было бы неплохо сейчас прожать где-то овердрайв, давайте, например, вот тут прожмем, постараемся накидать, хотя бы одного, может, даже двоих слить, блин, даже одного не сливаю, к сожалению, 0 хп у него осталось, и я не забрал эту аптеку, это ошибка, определенно, это ошибка, ведь я мог законтролить аптечку, остался бы тип на 0 хп, а так он фуловый, фуловый, так, плюс 7 киллов мы идем, но если вдруг мы сольем, то я буду уже знать для себя, почему мы проиграли эту катку, я как минимум один момент не доиграл, так, хорошо, противник сомничтожился, у него с 1 килл у них, так, и пробуем сейчас залететь на респаун, покидать урон, но это, конечно, не самая гениальная идея заезжать на вражеский рез, потому что здесь нулевой урон у противников, но все равно попытаемся чуть-чуть покидать, ой-ой-ой, хорошо, хорошо, паладинчик сейвит, 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 плюс еще киллы, так, еще вот этого надо забрать, этого фкшника, давайте быстро-быстро, хорошо, сберили, сберили, еще добавочки, 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 попав, попав, хорошо, туда, и 2 кила осталось, Вот этого бы паладина слить Хороший я ему урончик накидал У него довольно мало хп, есть Победочка, хоть и не с таким Большим отрывом, но победа Есть победа, 14 на 16 Счет на хоре громит Великолепный, очень ужасный Прям очень ужасный, при том что я Старался И вот такой вот счет, ну ладно Ладно, это может быть С хориком, да, и я может быть Чуть-чуть где-то Торопился, попробуем с викингом Попробуем в цп И сейчас уже будет видно Тоже у нас получится Получится Надеюсь на то, что сейчас закинет не на какую-то здоровенную Огроменную карту, хотя по сути Ну как бы гром для больших Карты предназначен И на нем по идее должно нормально все Идти, но Не знаю, не знаю Честно говоря Не знаю, уже после того что я увидел На кунгуре, мне уже кажется Что если например какой-нибудь Брест Суетнет Там будет вообще максимально печально Поэтому лучше бы какой-нибудь там сандальчик Песочек Сейчас бы увидеть, было бы неплохо Ну и что мы видим А мы видим плато Ух, хорош Плато это шикарно Плато это бомбочка Даже я бы сказал Так Наш тиммейт уже законтролили левую центральную точку Значит я выпушиваю правую зону Забираем вверх Забираем вверх И будем стараться здесь уже отверх отыгрывать Увердрайва здесь по центру не падает Играем на досрочку Играем на урончик Стараемся накинуть как можно больше Стараемся выиграть катку На гром у меня кстати Одето устройство адреналин Если кто не знает Я считаю что Со сплэш уроном И с тем что у него все таки Какие никакие критические уроны вылетают Оно сейчас Ну такое Мало-мальски нормальное Такое более-менее Более-менее что-то из себя представляет Там смока Меня застопило Поэтому давайте поменяю Устройство Исходя из того что он играет с приваренной башней Скорее всего Он ничего менять не будет Поэтому я сейчас буду иметь от него иммунитет Ну и будем Стараться Контролировать точки Пока что мы летим Хотелось бы сделать досрочку В общем этом бою Надеюсь что получится Надеюсь что получится Гром раньше был Безумно крутой пушкой С довольно быстрой перезарядкой Да И Даже без устройства На нем можно было давать Очень много Хорошего урончика Даже против резистов Он все равно себя комфортно чувствовал Но видите Такие обновления Происходят у нас в игре Которые Все таки Ну убивают пушку Убивают пушку Да Баланс меняется Соответственно Уже такая пушка Как Гром К сожалению Не наносит Большого урона И Ну чувствует себя Мягко говоря Не очень Но мы все равно Стараемся выиграть Стараемся выиграть Эту каточку И стараемся 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 Забрать Хотя бы что-то С этого боя При том что у меня 150 уже очков Один очень интересный человек Кстати против Запикался давным-давно Я его уже не видел Все вдруг он смотрит Этот видеоролик Братанчик Братанчик Самая армада Братик Все я помню Я помню Кто забирал у меня Кислоту мою первую Здорово 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 Так 12 минут До конца 12 минут До конца Ну и у нас Еще и точки Все улетают Я не знаю Типа Пушить В упор Под оппонент Остановиться Ну мало урона Мне не хватает урона Я не могу Даже слить Типа Если бить по резу Так это вообще ужас С такой долгой Перезарядкой Я наношу по 800 урона Это очень мало Это очень мало Прям очень мало А он даже вышел С катки Нифига себе Даже вышел с боем Дабы мне не мешать Блин Вот этот достойный чел Достойный Но теперь Если я не сделаю Досрочку А он вышел с боя Ну это будет вообще Прям как-то Максимально печально И обидно Одновременно Поэтому давайте Мы займем сейчас Сразу правую зону Там уже наш тиммейт Есть Хорошо Забирает точку И сейчас было бы неплохо Отреспить Как можно больше Противников Пока у меня есть Овердрайв Давайте такой Прожмем Два есть Третьего Третьего Хотя бы Чуть подкидал И четвертого Еще забрал Хорошо Пойдет Центральная точка Должна быть Под нашим контролем По идее Нет Не будет Она под нашим контролем Не хватает Мне немножко Так А чел у нас На харьке Поменял Страйкера Страйкера Поменял На магнума Реально Серьезно Сейчас бы Брать магнум Вместо страйкера При том Что от страйкера Резов не было Блин Это странное решение Если честно Я бы такие решения Точно на его месте Не делал Ну ладно Это его выбор Хорошо Работаем на досрочку 5 минут У нас в бою Уже прошло 1700 Ну хороший Типа если Противник без ДАшки То все равно Как бы Ну В моменте Нормальный урон Залетает Типа 1900 Но Это все по без ДАшному Да То есть Как только ДАшка Появляется на противнике Все становится На совсем другом уровне К сожалению Ну и Блин 300 очков За 5 минут 9 киллов Даже 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 в такой катке Даже в такой катке Даже в такой катке То есть В такой катке Ну на нормальном вооружении Я уже должен был Ну за 20 уходить За 20 За 20 уходить Точно Смело Тут у меня 12 12 Против Не самого сильного Противника Плохо 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 Мало Мало В моментах Просто не хватает урона И это очень сильно чувствуется То есть Когда ты например С выстрела Даешь 800 урона То В такой же самой ситуации На страйкере Ты бы дал бы Полторы тысячи Есть Есть разница Полторушку Сунуть по противнику Или Сунуть 800 900 Я считаю Что это колоссально Большая разница И она Очень И очень Сильно Чувствуется Но Ладно Завязываем Уже Жаловаться Попробуем Выигрывать Катку Мы все таки Пришли за победой Вне зависимости от того Какое вооружение У меня имеется Поэтому Пробуем Выигрывать Продолжаем Контролировать Нужные позиции И И И И Наносить урон Поппер Меня просто Хавает Без аптечки Осталось У нас до сих пор 5 Будет еще Увердрайв У меня сейчас Совсем скоро Пробуем Накидать урончику Резов кстати Ох Три реза взяли От грома Ну вот видите Да как бы Ну пушка И так ни о чем Еще три реза берут Я в шоке просто Три реза Да Был бы не видос Я бы конечно же Сразу же Переоделся бы Ну так Так мы играем 400 от стены Урон Ну не сказать Не сказать что плохой Не сказать что плохой То есть в принципе 400 при таком Сплоше Который я сейчас дал Это Адекватный урон Адекватный урон Но 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 Если при этом бы Я бы например Не по 800 бы наносил бы урон С овера А по полторушки То тогда бы да Тогда бы я бы сказал Что даже может быть Это и более-менее Нормальным 15 на 10 Счет Похоже у нас До срочки в этой катке Не будет Мы сыграем Полный бой Ну и При полном бою Надо конечно же Стараться его выигрывать Нужно конечно Стараться его выигрывать Пантер уже С резистом От грома Викинга Смака Попробую ее слить Уничтожить Там его уничтожили Так Хорошо Еще добавлять надо Блин Ну я не знаю Как я против резистов Сейчас здесь буду Что-то делать Против резов Прям очень сложно Против резов Прям очень сложно Но вы просто понимаете Что магнум Магнум Набирает больше Очков чем гром Магнум Если магнум Набирает больше Чем гром То о чем Мы вообще можем говорить Ну о чем О чем говорить Говорить не о чем Просто не о чем Если магнум Жестче чем гром Хотя магнум Находится В максимально Печальной мете На данный период времени Он тоже очень плохо Он тоже не наносит Большого количества урона У нее тоже Долгая перезарядка И Он не так хорош Ну это мягко сказано Не так хорош То есть И он набирает Большой очков чем гром Офигеть Офигеть Так Ну мы контролируем Три точки Это не может не радовать Потому что У нас есть шанс На засрочечку Если у нас есть шанс На засрочечку Да То у нас забирают Три точки И точки Я понял Хороший шанс На засрочку Получается у нас От еще урона Затычку С одной стороны Выглядит Не так плохо Но Но дальнобойные пушки Сейчас наносят Другие Куда больше Этого самого Замечательного Урона Ой Чуть даже в минус Не упал Надеюсь я не упаду Хорошо Пробуем накидывать Поди-ка шафту Хорошую плюшечку Залепил Ну вот видите У меня смока просто Сколько смока Урона наносит При том что Смока А нет У него фуловая Фуловая смока Ну порезу 30% Вообще Меня не почувствовал Как будто Меня не было На карте Как будто Меня вообще Не было На карте Паладин Еще сейчас Овердайв Прожмем Да Ну сильно 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 Понимать Что Твоя пушка Наносит Не такой Приятный урон А когда-то Когда-то Этот гром Блин Что он творил В этих Матчмейкинговых катках Насколько же он был Жесткий Я уверен Что очень много Громоводов Смотрит этот Видеоролик И Истинные Любители Этой пушки Знают Насколько Жестко Можно было Наносить урон Например На том же Викингогроме Сколько Сплэша Летело С него И даже Против резов Даже Против резов Этот Викогром Он был Просто Максимально Полезен Прям Вообще Максимально Так Мы опять Захватываем Три точки Я прожимаю Овердрайв Чтоб мы Проконтролили Чуть Чуть Хотя бы Их Хотя бы Чуть Расстояние Конечно Очень сильно Падает урон Очень сильно Падает С расстоянием Урон 500 очков За 11 минут Ну и у нас В очередной раз Уезжает точка Пробуем Накидывать Тыщеночку По оппоненту Суловим Этого хоппера Как-то Надо Слить Опа Аптечка Он Уезжает Хорошо Сейчас мы его Добьем Супер Его даже Кто-то Добивает Точку Я надеюсь Что мы Заберем Очень сильно Надеюсь На то Что мы Я заберем Если Не возьму Будет плохо Будет Обидно Тоже Накидывает Аптеки У меня Нету Точка Захвачена Хорошо Пробуем Еще Блин Не доехал До аптечки Попер Прыгать Чтобы забрать Точку Пока мы Ведем Пока мы Ведем Нужно Обязательно Выиграть Эту катку Я понимаю Что у меня Будет Овердрайв Максимум Только Один И мне Нужно Его Накопить Обязательно А чтоб Мне его Накопить Нужно Сейчас Постараться Как можно Больше Еще Киллов Дать Так Наш Тиммейт Прожимают Еще Овер Тесла Тесла Кстати Это Хорошая Тема Тесла С паладином Это Хороший Шанс На то Чтобы Мы Эту Каточку Все Таки Сейчас Потянули Так Надеюсь Что паладин Сейчас Будет Контролить Зону Под Конец Боя Если У него Контроль Вывод Хороший То Мы Должны Забирать Эту Катку 60% Овердрайва Уже Есть Но Нет Вообще Никакого Аризона Сейчас Будет Мне Прожимать За 2 Минуты До Конца Его Потому Что Это Подсейвить Подсейвить Как можно Дольше Тут Я Не знаю Что Делать Просто Сближаюсь С оппонентом Дабы Нанести Ему Хоть Какое То Количество Урона Так Там У Хантера Есть Оверы Ну Ладно Неплохо Если Противник По Максимум Все Свои Овердрайвы Завязал Перед Концом Боя У У Нас Было Как Можно Больше Шансов Ну И Чтобы Наши Например Тиммейты Бы Наоборот Оставили Эти Овердрайвы Либо Если Они И Будут Прожимать Эти Оверы То Чтобы Хотя Под Конец Ближе К Концу Боя У Небольшой Отрывчик Будет Небольшой Отрывчик Будет Все Неплохо Но Там Я Вижу Что Один Противник Сейвит Овер Под Конец Боя Он Понимает Что Нужно Делать Он Вот Это Смока Может Сейчас Поможет Передной Нулевой Урон Да Смока Хорошо Закидывает Очень Хорошо Так Контролим Полторы Минутки Полторы Минутки Полторы Минутки Дашка Дроповая Падает У меня Есть Овердрайв И Вот Сейчас Мне Нужно Конечно Забрать Правую Зону Если Я Сейчас Заберу Ее И Там Важму Овердрайв Будет Все Идеально Будет Все Прожимать Овер Если Паладин Будет Забирать Точку Да Думаю Что Надо Сейчас Жить Отличный Шанс Проконтролировать Центральную Зону И Слить Всех Противников Да Лучше Момента Скорее Всего Не Будет При Том Что У Нас Уже 3 15 Точек За Минуту До Конца Это Очень Хорошие Цифры И Сейчас Все Что Нам Нужно Сделать Это Выиграть Как Можно Больше Времени Под Контролем Этих Точек Для Того Чтобы Выиграть Время Мне Надо Просто Удерживать Хотя Б Одну Точку Ну И В Другую Накидывать Если Вот Так Сейчас В Супер 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 Хороший Овердрайв Был Под Конец Но Это По Большей Частью Не Заслуга Глорома А Заслуга Викинга У Которого Был Овердрайв И Я Смог Его Хорошо Заюзать 34 На 20 Слабо 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 Как То Так Друзья Как То Так Пишите Что Вы Думаете По Поводу Грома Пишите Что Вы Хотели Бы Видеть От Этой Пушки Ну И Согласны Ли Вы С моей Точкой Зрения Потому Что Гром Сейчас Находится В Довольно Печальной Форме И Довольно Печальной Физики Мете Поддерживайте Видос Лайком Подписывайтесь На канал Если Вы Еще Не Подписаны Нажимайте На колокольчик Дабы Не пропускать Новые Видеоролики Ну А с вами Мистер Венька Всем Спасибо За Просмотр Всем Удачи И Всем Пока